привет дорогие подписчики и зрители канала меня зовут артур мы продолжаем играть silent hill 4 the room по-прежнему находимся и комнате есть подозрение что мы будем находиться в ней собственно до окончания игры но среди прочего мы путешествуем по параллельным мирам и там все очень плохо в предыдущей серии мы попали в какую-то тюрьму что ли или что-то в этом вроде какой-то водяной храм если следует потому как называется эта локация сохранения в общем суть там полно камер в которых содержались явно дети потому что ну там видно и детской одежды и записки и так нет подожди я же хотел патроны взять на пистолет потому что в прошлой серии их тратил довольно таки смысле на всяких летучих мошек потом помнишь каких проще убегать так у нас есть патроны хорошо зачем-то я брать раз есть ладно пойдем и посмотрим там есть несколько мест в которых как я понял что-то можно сделать прыгая в дыры в полу то есть там такие сферические в общем сейчас вы увидите с полезностью круговые помещения и если прыгаешь с одного этажа на другой то можно попасть в те места которые на других этажах закрыты или мать я по сути еще то но мы справимся мне не нравится эта игре то что есть ты чем-то подходишь что-то по умолчанию стоит нет есть ты хочешь что-то сделать быстро ты теряешь в секунде так вот вы не на этом этаже мы по сути были поднимемся вообще наверх это похоже самый верхний этаж дверь не открывается похоже она закрыта изнутри это не то что маяк это скорее какая-то водонапорная башня потому похоже потому что там и внизу что-то есть типа водяного колеса не знаю не совсем понятно предназначение этого здания кроме того что она является еще тюрьмой пошла вода куда только знаете мне кажется сейчас можно вернуться строго вниз там помните где стоял генератор какой-то дизельный такой огромный и вполне возможно теперь колесо там будет вертеться другое дело что я не понимаю зачем мне это нужно здесь у нас точно ничего да хорошо это что сейчас мы будем как-то что-то решать с этими комнатами а в одном мы пропрыгали но оказались не там где хотели нас осталось еще два варианта так мы были вот в этой справа слева есть две тоже а если смотреть так на первом этаже я думаю нужно на левую нижнюю где-то бабайки и вода пошла до так это семечко хорошо и вот он момент истины дождите что ничего оказалось не знаю на месте генри если бы я увидел что такая галиматья творится за этими дырами я бы у них ни за что не пошел потому что это слишком жутко и вот нас могут убить в комнате сидишь вполне себе спокойно вроде еда у него есть хорошо куда я вообще в подвал получается да ты че с ума сошел что ли мне там еще одна просто валим душевая напротив не открывается ключи эти так это что понял понял что за месяц хорошо а это та самая комната из которой надсмотрщик похоже наблюдал за всеми камерами да есть какой-то документ это место продолжает разрушаться двери в некоторые камеры больше не открываются в результате дети не могут больше выходить но чем меньше они об этом знают тем лучше офигеть я не могу открыть двери но из этой комнаты я могу наблюдать за тем как они становятся все слабее день ото дня без еды и душа они превращаются в вонючие маленькие серые комочки следуя совету инженера мы избавились от тел сделав дыру под камерами поскольку каждый этаж данного здания может вращаться независимо мы можем избавляться от тел так чтобы другие не замечали этого выравнивая каждую камеру с телом в ней вертикально что ладно по скрипту шеф я уверен тебе ужасно не терпится увидеть комнату для допросов за кухней я понимаю тебя но разве ты не заметил если три комнаты с окровавленными кроватями ой есть три комнаты с окровавленными кроватями одна на первом этаже одна на втором и одна на третьем если ты выровняешь все эти три комнаты то будешь доволен хорошо а вот и кровавленная кровать да так понятно все сидит как он может повторять постоянно эту фразу это какую глотку надо иметь чтобы постоянно ну а хорошо тут еще выше можно поднять след вот может чтобы присматривать за детьми важно чтобы камеры хорошо освещались на третьем этаже изначально были установлены прожекторы чтобы предохраниться от полного отключения электроэнергии они были установлены так чтобы работать от отдельного генератора в подвале есть гидроэлектрогенератор чтобы зажечь свет на первом и втором этажах используя тоннели для избавления от тел поскольку каждый этаж здания может вращаться ты можешь осветить любую камеру просто совмещаете дыры периодически повторяя это можно заставить детей находиться в страхе и подчинении по скрипту шеф если вы повернете ручку в центре этой комнаты вы сможете легко вращать камеры вы не можете повернуть первый этаж поэтому выравнивайте второй третий этаж с камеры на первом в которой находится окровавленная кровать кстати если вы используете глазок в этой комнате то вам будет легко определить что вы делаете все правильно попробуйте также не забудьте открыть ворота шлюза на крыше удачи вам шеф так хорошо ой блин какой то пипец это второй этаж понял сейчас надо будет на первый сходить посмотреть где там окровавленная кровать какая-то записка блин что это было записка о секретном номере в этом месяце секретный код к двери на кухне 0302 так запишем 0302 спасибо за сотрудничество хорошо хорошо ну-ка короче так она делается вот я этого не делаю хорошо как это вообще получилось я хотел просто проверить ее действие это опять эпик вин был что ли какой-то случайный как было в сирене помните помните там два совершенно каких-то неуполнимых кода сгадал вообще сперва попытки по ходе так так хорошо давайте для начала посмотрим вот в комната скрывали это получается вот она на 11 часов из так смотреть подожди и чуть не поднялся ведь не поломать нет тут тоже нет втором этаже кровавленная что может я уже все правильно сделано не нужно чушь велить навряд вот она у нас получается 6 так это надо будет повернуть направо где-то раза три да первый раз раз третий раз и и теперь у нас эта камера должна быть где-то вот здесь или в следующий блин посмотреть да вот она получается она у нас тут тут на 11 находится осталось блин я вообще все делаю по третьему этажу зачем я это делаю нужно же делать по первому так вот окровавлен на первым она у нас находится понятно короче на право нужно будет повернуть каждую еще по одному разу все будет хорошо читаю же туговаться ображаю 5 серии задней так повернуть вправо окей теперь смотрим сюда на тут тоже самое ну ка вроде как вроде как все сделали как надо то есть все три комнаты с кровью нас находится в одном месте ладно пора возвращаться больше тут вроде как ничего нет верю пошел болен ну почему тут все так неправильно сделал чем там помочь у нее похоже от жажда уже просто горло присохло не может говорить нет кто это парень? и кто ты? его имя Вальтер это Вальтер Вальтер Сулливан я работал на орфанах, смотря на детей я Эндрю Ди Салво они пытались сделать это выглядеть как орфанах но в соответствии с этой страной святых скриптюрами это было в самом деле центре их религии и что у Вальтер он действительно любил это мамбо-кульпом особенно это в шаге с мать это было страшно о господи 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 мы идем может быть куда-то так сначала проверим ока камеру в камере думаю нет походу ничего не лады сохранится может что-то мне неспокойно мне кажется сейчас поднимемся туда как это опять муть пойдет ну да ладно опять эти срезы я не совсем понимаю зачем вообще нужны такие вот длинные лестницы если есть такие средства даже просто бездумная трата денег можно просто одну лестницу построить это не придется купить сколько-то металл это пришел до так хорошо теперь нам нужно самую камеру а так вот она ну с богом а мне вот интересно как как он успевает тормозить и упасть сразу все три дыры тоже странно шо по крайней мере мы куда-то попали где еще не было значит все было сделано правильно блин вот в этой части в тюрьме как-то вообще не страшно несмотря на то что такие страшные твари вот эти вот младенцы на куриных ножках это единственный потому что здесь есть такого хоть как-то будоражащего а так в основном это просто реально квестовой локации что-то похожее на мист я не могу назвать вот это вот хоррором ни в коей мере ничего наблюдение табличка из мироводной тюрьмы на ней изображен глаз написано слово наблюдение хорошо а тут у нас код код у нас там так что там на листочке 0 302 что-то как-то все таки думаю надо было сохраниться нет это та самая комната смерти за кухню это эндрю уже что ли 18 121 я даже уже не записываю потому что мне кажется хотя нет запишу мне кажется в этой игре не особо важно это вот все ну и собственно с еще с одним миром похоже покончено ладно наш герой уже так отнесся к этому но с другой стороны эндрю вообще не знал пару слов с ним прикинулся но так спокойно отреагировал на смерть его что вообще такой окей что за окном сосед смотрит тиви все по-прежнему довольно спокойно опять телек нет это вода что ли офигеть пахнет отвратительно точь-в-точь как-то наполненная водой комната в круглой тюрьме а звуки оттуда вообще плохие пошли хорошо очень хорошо столько прям хорошо что я не знаю я не знаю я бы дальше не пошел здесь есть обрывы красной бумаги я нашел кое-что очень эффективное против привидений оно спасло мою жизнь оно торчало из большого камня в лесах возле сиротского приюта это клинок с треугольной деревянной ручкой ручной работы на которой написано какое-то заклинание как оружие он тяжелый и его тяжело нести но он как-то изменяется в зависимости от силы привидения вик виктима виктима то есть жертвы бей тогда когда привидение ослаблено если ты не ослабишь его то все твои атаки будут отражены насколько я знаю существует только пять мечей с такого рода силой эти клинки очень ценные 23 июля понятно их все-таки можно убить похоже и как у вас есть 302 ну я просто попытался открыть но как будто что-то у с из-за из-за хотя не это не первое Вы имеете в виду, который был здесь раньше? И это не только его, это не просто. Есть что-то в том, что в его апартаменте. Не говори, что ты спрашиваешь меня. Да блин, выпустите меня, ну. Что? Какую пуповину? Бесполезно. Вы заметили, кстати, там прибавился отпечаток у нас новый? Что за записка? За пятном кровью я не могу прочитать её. То есть всё, что приходит из нормального мира, специально как-то так замазывается, чтобы я не мог прочитать, что ли. Кстати, мне кажется, или квартира стала как-то попшарпанной, погрязней. По-моему, да. Хорошо. Айлин, помоги мне как-нибудь. Позвони копам. Блин, это жуткий кролик. Айлин нету. Может покушать? Уже и кушать-то нечего ему, бедолаги. Пусто. Голод не тётка. Тут уже хочешь не хочешь и пойдёшь. Ну что, давайте на этом заканчивать, наверное. В следующей серии пойдём в дыру и посмотрим, что у нас окажется в этот раз там. Судя по звукам, которые оттуда исходят, и судя по окровавленной ванне, нас там не ждёт ничего хорошего. На самом деле это довольно жутковато. Но вот то, что происходило и в этой серии, это совершенно было не страшно. Это было просто исследование совершенно непонятной какой-то сюрреалистической локации. Это тоже неплохо по-своему. Так, подожди. Мне показалось, или вот на этом, допустим, и на этом была цепь, а теперь её нет. Возможно. Ладно, допустим. В общем, как бы там ни было, на этом мы заканчиваем. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok